Всем привет! Вот наконец подошла к концу моя поездка в Шанхай. Я тут немного заболел. Основная причина моей поездки была ярмарка искусства. Приехал, показал свои картины китайцам, они восхищались, пофотографировали, сказали, какой классный художник. А второстепенная цель была прогулка по Шанхаю, изучение окрестностей. Ну и хотелось понять вообще, насколько за последние лет 15 Китай шаганул вперед. То есть я давно тут не был. В Шанхае вообще никогда не был, но давным-давно я ездил в Манчжурию из Читы. Оттуда часто ездят в этот город. Ездили мы для того, чтобы отдохнуть, выпить, привезти вещей. И тогда это был один Китай. И вот мне хотелось увидеть, как же Китай шагнул вперед. Основная цель поездки, так скажем, она в какой-то степени реализовалась, в какой-то степени не реализовалась. Но об этом надо прямо отдельно записывать видео. А вот по Китаю могу рассказать следующие свои впечатления. Китай за 9 дней моего пребывания здесь меня уже заебал. Все очень серо, все однообразно. Если вы представляете себе Китай, как такую картинку из мультика Мулан, где все в пагодах, в таких красивых резных домах с красивыми крышами, то ни хрена не так. Китай представляет из себя коробки, много-много коробок, в которых живет много-много людей. Некрасивые квадратные дома везде. То есть вот эти вот красивые островки, значит, былой цивилизации, былой эстетики какого-то, былого дизайна, декора, они почти уже уничтожили. То есть современное строительство для них не предполагает, значит, таких вещей. И они строят максимально все серо, максимально все примитивно. Вечером это все расцветает в огнях, все становится таким красивым, ярким, красочным. Но за вот этими фонариками прячутся на самом деле уродливые квадратные дома. Метро убогое, медленное, очень медленно ездят поезда. Ну как, с учетом того, что метро у них построилось в конце 90-х, пока они начали его строить. И оно сейчас на данный момент является чуть ли не самым большим в мире, если не самым большим в мире, точно не знаю, то как бы они не тратили время на какие-то изыски, на украшения, вот как в питерское метро спускаешься, и там, что не станция, то красота. Тут тоже все у них метро, все квадратное, все примитивное, чисто функционалов, возить людей туда-сюда. Из плюсов могу заметить, что на каждой станции метро есть туалеты. Вот это они смогли реализовать. Ну и перед входом в вагоны на каждой станции метро есть вот эти разделительные отдельные двери, чтобы никто не свалился на рельсы. Это тоже они тут сделали. А в остальном, я сначала думал, что между станциями большие расстояния, а сегодня, когда ехал, была возможность ехать в первом вагоне, а там нет водителей, ты прям видишь, как ты в туннеле едешь, с какой скоростью. На самом деле, вагоны едут очень медленно. Ни о каком скоростном метро вообще речи не идет, ни о каких скоростных поездах вообще речи не идет. То есть, если в Питере и в Москве вагоны несутся просто как сумасшедшие, это просто, ну, как бы обычные железнодорожные вагоны. Тут вагоны точно такие же, ну, вроде как, получше, чем в Питере, но такие же, как в Москве, там, по качеству внешнего вида, ну, по отделке там, и всему прочему. Но тащатся они еле-еле. Очень неудобные сидения в вагонах. Там у дизайнера, кто конструировал эти сидения, надо просто руки оторвать, потому что, если, например, в русских вагонах все продумано таким образом, что, да, пластиковые сидения, но чтобы у тебя жопа не скользила, на них есть такие накладки под жопы индивидуальные, то есть, приделанные к сидению кожаные, ну, точнее, из дермантина, там, или из чего, из кого-нибудь пластика такого с фактурой, так скажем. Ну, тут ничего нет, и ты просто постоянно скатываешься куда-то. То на тебя соседи скатываются, то ты на соседи скатываешься, то есть, вы катаетесь жопами по этому сидению, и, как бы, ничего прикольного нет. Китайцы ведут себя очень спокойно в метро, очень тихие. На самом деле, люди очень сдержанные, все выглядят крайне скромно, мало людей как-то хорошо и дорого одетых, то есть, все-таки достаточно, как бы, приехали, поработали, уехали работяги, в основном работяги, везде в основном работяги. Испортилась за это время, вот, за 15-16 лет, испортилась еда в Китае, значит, что, ну, не знаю, может, это специфика Шанхая, но еда здесь омерзительная, везде просто качество еды на ужасающем уровне. То есть, вот, то, что едят обычные местные люди, вот, как бы, мы заходили и в рестораны, и в дорогие, и в обычных, грубо говоря, на наш манер становках еда ужасного качества в ресторанах, когда там за какие-то суперденьги можно поесть более-менее нормально. Но в обычных, в обычных столовках это просто омерзительно. Мясо деревянное, все будет выжарено в масле, там, не первой свежести. Ну, и, как бы, вот, в таком виде это все происходит. Город сам по себе чистый, то есть, на улицах чисто, очень много электромобилей ездит, ну, очень много, ну, как сказать, то есть, из, допустим, мотоциклов и вот этих вот тырчиков, на которых они ездили все раньше, то есть, почти и вообще не осталось бензиновых, все электрические, фактически. Ну, а из таких, из машин уже, ну, где-то, может быть, там, сравнение, там, 50 на 50, 60 на 50, ну, в пользу электрических, то есть, на мой взгляд, их чуть больше, чем бензиновых ездит. То есть, бензиновые остались, но их, как бы, значительно меньше, чем электрические. Пересадило на них правительство всех очень быстро, то есть, они просто сделали цену номеров на бензиновые автомобили по стоимости дороже, чем сам автомобиль и всем пришлось покупать электрические и местного производства. Вот, как бы, и вопрос с электромобилями они решили, они, как бы, не спрашивали, кто на чем хочет ездить, хочешь, не хочешь, они ввели охеренный налог на номер и все, просто принудительно всех пересадили. Видно, что жизнь тут такая достаточно суровая. Есть, конечно, красивые места, есть на что посмотреть, там, особенно, если там места, связанные с природой, с каким-то ландшафтным дизайном, вот, какие-то старые, вот, уголки, если можно еще найти города, в Шанхае какие-то, вот, старых династий, там, 1600-х годов, там, 1700-х годов, там, постройки, остатки этих построек, вот, это прекрасно. А так, в основном, весь Китай, вот, где мы были, представляет такие коробки, 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 в которых живут люди, 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 люди. Торговые центры суперархаичные, жизнь такая тоже у них, как я понимаю, в своем роде тоже архаичная, очень мало всего приспособлено к такому нашему пониманию, так скажем, сервиса, то есть, например, например, туалет, ну, такая обычная, обычная удобная вещь, да, туалет, вот, метро у них везде есть туалет, например, в, в кафе почти нигде нет, то есть, как бы, ты можешь прийти в кафе, занять место, и, как бы, идти его проебать. Они, кстати, за места в, на сидениях в метро борются, как наши старухи, просто залетают в вагон, распихивают друг друга, и, скорее, кто бы сел. Это такое, очень интересно смотреть, взрослые люди прям бегут на место, чтобы, вот, посидеть. Ну, потому что ехать долго, метро реально огромное, то есть, по сравнению с ним, вот, расстояние в питерском метро, ты едешь, 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 и тебе кажется, вот, в питерском ты бы уже от одного края города от другого проехал, а тут ты еще и полпути не проехал. Это дико напрягает. Есть станции, где переход есть только поверху, например, то есть, тебе надо, ты, вот, оплатил билет, вышел на улицу, оплатил билет, вот, у тебя потратился, ты вышел на улицу, тебе надо снова билет купить, потому что у тебя переход только поверху, на другую станцию есть. метро закрывается рано, в 10.30, как бы, все, метро закрывается, большинство станций, у них не так, как у нас гуманно, то есть, у нас, если вот, вагон едет, он едет до конечной станции, ну, и ты, если успел ты, там, на любой станции запрыгнуть, вагон, ты, как бы, до конечной, по-любому доедешь, по-любому до того, что он едет на конечку, а тут не так, тут 10.30 наступает, вагоны останавливаются, вот, на тех станциях, где они были в данный момент, и всем говорят, пошли нахуй отсюда, вот, и никого вообще не волнует, то, что, вот, ты, может быть, силой, тебе нужно ехать на другой конец города, нет, все, выметайся, как-то так, ну, тут вообще, в принципе, мало кого, что так сильно волнует, китайцы достаточно, по большей части, любезны, по большей части, они пытаются, если тебе нужно, чтобы они что-то тебе подсказали, помогли, они пытаются тебе помочь, разобраться, как бы, в том, как тебе проехать, в том, как тебе что купить, единственное, бесит, что они, никто вообще не знает английский почти, что, вот, просто, вот, это меня удивило, такой большой современный город, но на английский вообще, совершенно посрать, то есть, если я совсем не знаю английский, вот, прям, совсем не знаю английский, то есть, на уровне, владея английского, это, это школьные три с минусом, 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 то на уровне большинства местных китайцев, я просто мега англичанин, Спасают очень сильно переводчики электрические, электронные То есть там хотя бы можно написать и перевести на китайский Тогда да, тогда они понимают Вот так вот изъясниться на английском это очень тяжело Они вообще не говорят Они даже не знают такого простого типа как how much То есть когда ты покупаешь в магазине, тебе нужно узнать цену Они не знают, что означает how much Они не знают слово time, время Они не знают слово money Они вообще ничего не знают Ну то есть прямо такие банальные вещи Которые нам кажется, что знает каждый ребенок Они просто такие не понимают Бывает, что в моменте ты пытаешься добиться чего-то от китайца Вот сегодня у нас было, значит, в одной из харчо И мы пытались как бы объяснить китайцу на кассе Что нам нужно И он вообще вот никак не одуплял И бывают два типа китайцев, которые просто такие Я не понимаю А бывают, которые пытаются понять там всякие способы Сразу ищут коммуникации Там он, допустим, не знает английский Но он сразу пытается в переводчике с тобой общаться Вот найти, кто может тебе помочь Но вот сегодня подбежал к нам вообще чувак, который просто сидел Ел лапшу рядом Такой типа, ой, я знаю английский Давайте я вам помогу Переведу, скоммуницирую И мы через него как бы уже сделали заказ получается Но в принципе на самом деле Вот опять же я убедился, что все эти, так сказать Легенды о том, что, ой, Юра, как же вот надо учить Иностранные языки, скорее бросайся Еще в школе меня пугали, что типа, учи английский Учи это, учи то, надо учить языки Ну вот и как бы Я очень радуюсь, что я не тратил время на изучение этих языков впустую Потому что подъехали переводчики И с ними, вот имея как бы тот же Яндекс.Переводчик в кармане И в принципе со всеми тут договариваюсь Что с китайцами, что там французы у нас были в соседнем боксе Там малазийцы, еще какие-то типы Вот, я со всеми через этот Яндекс.Переводчик могу поговорить спокойно Они мне тоже могут наговорить Он тут же все переводит И как бы вот То есть я не тратил годы на изучение ненужных мне языков Потому что языки сами пришли ко мне в виде электронного прибора Ну и опять же, я считаю, что изучать английский без практики контакта с носителем языка Это вообще бессмысленно То есть постоянно нужна практика То, что в средней школе пытаются тебя научить знать другие языки Не общаясь при этом с носителем языка Это вообще, по-моему, бесполезная трата времени Только если ты как бы не одаренный в этом плане Ну, в плане языковых каких-то навыков Если тебе это не дается легко Для среднего ребенка, мне кажется, это вообще Для среднего даже человека, ребенка, взрослого, неважно Это вообще бесполезно Ну вот Ну как Что еще Китай? Китай так и остался, в принципе, как и был Так и есть нации торгашей Торгуют они тут всем и вся Направо и налево Очень страшные цены на все товары В Пекине Ой, в Пекине В Шанхае именно Где мы находимся А все в Шанхае все жестко, дорого Очень люто, дорого Что прям сильно удивляет То есть лежат те же самые товары Которые у нас, допустим, на полках в России Лежат Это они там в Москве, в Питере Там в полтора раза дешевле В полтора-два раза дешевле В магазинах там одежда Продукты и прочее То есть в полтора-два раза дешевле У нас в России то же самое То же самое китайское Дешевле у нас И это странно Это вообще очень сильно удивляет Еще удивляет подход к застройке Каких-то таких территорий То есть казалось бы Я думал, что китайцы достаточно рациональные ребята И логично расходуют ресурсы А нет, вот я тут наблюдаю Как у них тоже подраспиживаются ресурсы Видимо под эгидой сдачи каких-то районов Ну, вот то, что я вижу Например, мы находимся на районе Сам-сам в таком конце Шанхая То есть мы тут гостиницу сняли Это близко к тому выставочному комплексу Где проходила наша ярмарка искусства Вот, и поэтому мы тут остановились Тут район-то, по сути, он пустой Вообще пустой Тут никто не живет Точнее как Вокруг стройка И строятся жилые дома Жилые То есть вообще жилых домов фактически еще нет Есть гостиницы Но вот в них заселено очень мало людей Вот таких, как мы, которые приезжают На вот эти вот выставки, форумы и так далее И куча вокруг торговых центров Новых Столько, что открытые магазины Там стоят товары Одежда Еда Вот самая непонятная еда То есть работают, значит, харчевни То есть рестораны Все это производит как бы пищу Лежат продукты на прилавках Висят вещи на витринах Но никого нет Город пустой То есть часть города, она пустая Потому что дома с жителями Еще не застроены И это для меня очень странно Это выглядит абсурдно Это выглядит так, как будто Кому-то сказали, что нужно вот Застроить вот эту вот часть города И люди застроили, отчитались по фотографиям Не дойдя как бы работу А до конца И Б сделав все наоборот То есть сначала надо заселить людей сюда А потом уже торговый центр строить А тут вот куча торговых центров Никого в них нет Куча продуктов Ну вот именно меня удивляют Работающие рестораны В которых нет посетителей Как это, на чем это все работает Как это все держится Я не понимаю Ну вот это вот странная такая часть Вот целый район такой пустой Я предполагаю, что вряд ли это Какой-то единичный такой глюк Вот хотелось бы узнать, почему так Что это за херня такая странная Это выглядит очень иррационально Ну вот Ну еще, конечно Не в обиду может быть сказано Конечно Вот я, допустим, ездил в Минск В Беларусь Там красивые, ровные детки Смотрю на китаяночек Но, к сожалению, ножки кривенькие Коротенькие Вот такие вот колесиками Либо так, либо так Вот Но, надо сказать Китайцы в целом, видимо Из-за того, что у них все-таки лучшее воспитание За последнее время и прочее Они как бы стали Уже молодежь стала выше ростом Но больше крупных китайцев появилось Потому что все маленькие были Сколько помню, все мелкие были А тут уже и крупные такие ходят Чуваки Но это очень сильно связано с питанием С хорошей жизнью Вижу уже, что есть какие как бы Ребята Кто одет Ну вот из молодежи в центре Кто вообще как бы одет Сильно-сильно дорого Очень сильно дорого Вот это вот Расслоение масса Оно дичайшее То есть есть прямо Попадаются люди Которые ультра-дорого одеты И видно, что они Никогда не работали И не будут работать Потому что, скорее всего Их родители очень сильно работали И вот Видно, что Вот Тут у этих деньги есть В большом количестве А тут у этих денег нет И никогда не будет Расслоение Огромное То есть коммунизм В этом плане Тоже как-то тут Не справился С задачей Он почему-то не уравнял всех По труду и способностям И все равно Такой Как бы Все как-то в них Вышло Капиталистически То есть Магазины, магазины Очень много магазинов С детскими игрушками Именно с Игрушками Так сказать С фигурками Различных Мультяшных персонажей То есть не такими Не прямо игрушками А именно с фигурками Разных персонажей Вот на это у них тут Бзик Просто Огромные магазины Где прикольные Всякие Фигурки Вылепленные Из Полимера Из пластика Ну распечатанные Прикольные Такие штуки Вот такие Маленькие На развес Продаются Прям на развес Кучей Вот Чего еще Как бы Не знаю Странно Могут вести себя Достаточно То есть Как Иногда Они там Вот Тут Одна художница Показывала Она ехала В такси С китайцем Вызвала Такси И ехала С ним А он в этот момент Брился Электрической Бритвой Ну а что бы Нет Вот вы бы Увидели Такое В России В такси Что бы С вами ехал И брился Ну Я думаю Вы бы Охренели Чего еще Наверное Многих Будет Интересовать Вопрос Как можно Расплачиваться В Китае Ну вот Мы на данный момент В основном Используем В Китае Карту Газпрома UnionPay Она хорошо работает Везде Принимают Деньги С нее Но на самом деле На самом деле Самый лучший вариант Для Китая Это Наличка Вот Потому что Тут есть Заморочки С тем Что бы подключить Эти вот Электронные счета Чтобы Их тут Методами Расплачиваться У нас Карта Вроде Нигде Не глючила Но Бывают Места Где карту Не принимают Просто Не принимают Ну никак Это у нас Можно везде Сбербанком Кинуть Ну типа Переводом Сбербанк Онлайн Или на Тинькофф Или как Как угодно Тут нет Тут не так Есть аналогичные Системы Но они Как бы Доступны Если В них Зарегистрироваться А зарегистрироваться Может не Получиться Поэтому Если вы Хотите Ехать в Китай Разменивайте Побольше Налички И берите С собой Наличку Она Вам По любосу Пригодится У них Может Не быть Сдачи А Еще Кстати Странная Херня Раз Через Раз Кафе Через Кафе Даже В Макдональдсе Местном Мы Сталкиваемся С такой Херней Что Блядь Третьей Позиции В меню Просто Нет Ну то есть Ты долго Читаешь Меню Выбираешь Что тебе Взять Хуяк Тыкаешь Тебе говорят Этого нет Блядь Тыкаешь Сюда Этого Нет Тыкаешь Туда Этого Нет То есть Там Третье Меню Половина Меню Может Просто Сегодня Блядь Целого Листа Огромного Просто Не было Там Такое Двухстороннее Меню Получается Одни Гамбургеры Другие Гамбургеры Вот Блядь То что С обратной Стороны Просто Нихуя Не было Такая Вот История Ну Я Не ждал Никакого Впечатления Особого От Китая Такого Вау Китай Личного Мне Не вызывает Таких Чувств Никогда Я Как бы Знал Предполагал Что Если Я Приеду Сюда Снова Я Ну Супер Восторга И Какого-то Мега Впечатления От этого Места Не получу От него Встаешь Китай Утомителен И Я Уже Хочу Скорее Прилететь Домой Жить Мне бы Здесь Не Хотелось Тут Жестко Тут Достаточно Неприятно Еще Кстати Момент Такой Что Вот Машин Электрических Много То есть Их Большинство На улицах Странным Образом Они же Едут Тихо Их Не слышно И Из-за Этого Нету Шума Но Ты На это Не обращаешь Внимания То есть Казалось бы Это Должно Очень Сильно Улучшить Условия Окружающей Среды Ты Должна Скать Вау Как тихо Как херенно В мегаполисе Не шумят Машины Ты Просто Даже На самом деле Сперва Не обращаешь На это Внимание Ну Не шумят И не шумят Шумят То есть Наоборот Очень бесит Что Машины Могут Сзади Тебе Подъехать Без Звука Особенно Вот Мотоциклы Это Очень Напрягает Когда Ты Поворачиваешься А Объем У тебя Пролетает Уже Мотоцикл Ты Его Не слышал Звук Такой Примерно Как У едущего Велосипеда С горки И у машины Тоже Там Просто Как У катящейся С горки Машин На нейтралке Без Так сказать Бесключенного Двигателя Ее просто Тупо Не слышно Это Конечно Одергивает Такой Чуть Чуть Нахер Не сбили Вот И при всем При этом Казалось бы Машин На бензине Мало И Должен сразу Воздух Очиститься В городе Дышать Должно Стать Легче Нихуя Небо Как Было Закопченное Задымленное Как Было Дышать Тяжело Тут Так Дышать Тут И есть Очень Тяжело Дышать Воздух Грязный Воздух Задымленный Ну Потому Потому Что Вокруг Города Куча Заводов Очень Трудно Наладить Экологию Когда Ты Пересаживаешь Людей На Аккумуляторные Машины Когда Вокруг Города Стоят Заводы Которые Производят Эти Самые Аккумуляторы Очень Трудно При этом Что-то Улучшить Скорее Всего Это Совершенно Бесполезная Мера С точки Зрения Экологии Поэтому На практике Это выглядит Как Вообще Ни разу Не улучшение И не ухудшение То есть Как было Как бы Всрато Как Небо Не видно Как оно было Все серое Висящее Дымка Над городом Вонючее Так она Виснет Может быть Тут раньше Вообще Был Прям пиздец Что-то Сквозь дым Проходил Но Куда уж Хуже На самом Деле Хероватая Экология Очень Хероватая Это Кстати Вот Цена Прогресса Это То О чем Многие Грезят Что давайте Захуярим Такую Экономику Как в Китае Такая Экономика Как в Китае Стоит Того Чтобы Убить Природу Всю Вокруг Такая Экономика Как в Китае Она стоит Того Чтобы Въебывать Всем Населением Многомиллиардным С ночи До утра Не переставая Несколько поколений Просто Надо Государству Выебать Своих граждан Чтобы Такую Экономику Быть Ну Чтобы Такая Экономика Была Это Нужно Нарожать Много Миллиардов То есть Там Каждой Девушке Прямо Сейчас Нужно Родить По Пятеро Шестеро Детей Минимум В России Чтобы У нас Появился Хотя бы Потенциал Такой Экономики Если Вы Хотите Вот так Вот Все Готовы Уебать Всю Природу Готовы С ночи До утра Хуярить Где-нибудь В подвале Пошивая Какие-нибудь Шанхайки Или Клепая Какие-нибудь Батарейки С перспективой Помереть В 50 И С полной Перспективой Отсутствие Пенсии И Каких-то Социальных Гарантий Ну Вот Как бы Классная Экономика В общем Такой путь Своеобразный Но Я не знаю Тем Кто За это Родеет Подушели Вот Такие Способы Решения Так сказать Способы Решения Задач Подушели Им Будет Жить В такой Стране Мне вот Как бы Прикольно Что кто-то Умеет Делать Много Пластикового Говна Но Блядь Из-за этого Пластикового Говна Вон Дым Висит Над Городом Блядь Тут Вонючий Дышать Невозможно Вот Одно Без Другого Невозможно Поэтому Надо Подумать Стоит Ли Дрочить На Это Или Может быть Пускай Дальше Они Производят У них Будет Такая Блядь Своя Супер Мега Экономика Охуенная Муж Как Нюйца Своей Проживем Продолжение следует